Если ты зло делаешь, для себя делаешь. Что значит зло делаешь, для себя делаешь? Если ты зло совершаешь, ты принимаешь это зло, ты становишься человеком, который одобряет зло. И это самое большое зло для тебя. Для тебя это зло. Никому невозможно зло причинить. В Коране Хармена сказано, никому ты не сможешь зло причинить, никому не сможешь добро создать. Ты, творя добро, меняешь себя, творя зло, меняешь себя, и твои изменения, внутренние духовные изменения, либо это глубокое зло для тебя, либо большое добро для тебя. Потому что добро и зло, это для каждого человека означает только одно. каким он стал. Все. Ни в что имеешь, ни в каком состоянии ты, все это не имеет значения. Каким ты стал? Ты можешь в ужаснейших условиях стать стать тем, что большего блага ты не можешь испытать. И пройдет некоторое время, ты это увидишь. Ты можешь, имея все, радость вокруг, добро вокруг по отношению к тебе, приобрести, приобрести такое внутреннее качество, которое на всю твою дальнейшее существование миллионы лет будет постоянным источником зла для тебя. И поэтому источником добра для тебя является твой духовный мир. Источником зла для тебя является твой духовный мир. Никто не может тебе ни добро сделать, ни зло сделать, кроме тебя самого. И вот Бог говорит, если хочешь сделать себе добро, уберешь. Если хочешь себе зло, неужно. Как Бог сказал, мы создали человека и наставили на путь истины. Создали человека, наставили на путь истины. Будь он благодарен или не благодарен. 76-43 аят. Будь он благодарен или не благодарен. Бог дал нам путь, по которому можем идти. Если мы идем по этому пути, то есть уверовали, мы меняем себя тогда. И это есть единственное благо, которое может быть. Не идем мы не меняем себя. И это есть самое большое зло, которое может человек причинить само себе. Никто, ничто, кроме этого, не является ни добром, ни злом для человека. не ни зло, ни зло, ни зло. Продолжение следует...